Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать про документ увольнения в зарплате управления персоналом, то есть каким образом увольнять сотрудников в 1С. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, мы можем зайти в карточку сотрудника и, соответственно, здесь оформить документ увольнения. Он находится в разделе кадры совместно с другими документами. Также мы можем зайти в раздел кадры и здесь создать увольнение и, соответственно, все, что нам нужно, мы можем оформить через этот журнал. И также у нас есть отдельный журнал работа с кадрами и здесь мы тоже можем оформить вот с этого рабочего места работа с кадрами. То есть мы тоже можем оформить для нашего сотрудника оформить увольнение. Вот давайте выберем там самый простой вариант и посмотрим, как это делается. Самый простой вариант это все-таки меню кадры. Вот и здесь мы выбираем увольнение и сейчас уволим какого-нибудь сотрудника из нашей организации кронция. То есть здесь важно понимать, что вот когда мы выбираем организацию, то дальше у нас практически в любом варианте программа 1С зарплаты управления персоналом будет подбирать сотрудников, которые работают в этой организации. То есть работают, причем вот она указывает на текущий месяц. То есть мы можем уволить сотрудника, который на текущий месяц работает. Дальше у нас здесь есть дата документа, автоматически поставится номер и здесь мы можем, есть такая дополнительная функция, которая позволяет нам печатать тот номер, который нам нужен. Допустим, если у вас какая-нибудь сложная система с приказами, то есть она будет преобразовывать этот номер и печатать здесь, точнее не здесь, а в форме приказа об увольнении печатать тот номер, который вы здесь указали. Давайте выберем нашего сотрудника и посмотрим, что произойдет. Вот, например, у нас есть Байзин Антон Владимирович и после того, как мы его выбрали, программа автоматически нам рассчитает все, что ему нужно выплатить вот при увольнении. Здесь огромная сумма за компенсацию отпуска, потому что он, скорее всего, в отпуск вообще не ходил, вот, для того, чтобы посмотреть, а ну вот, да, то есть, 294 дня неиспользованного отпуска, можем перейти на начисление и удержание и посмотреть, что у нас есть оплата по окладу, которая вот, поскольку дата 14.07, у нас оплата по окладу с начала периода до 14.07, как раз таки включительно, компенсация отпуска основного, да, то есть, и здесь, кстати, если поставить там дату увольнения, например, вот таким образом, соответственно, естественно, все здесь пересчитается, да, то есть, вот другая уже будет сумма. Дальше, у нас здесь, если есть там пособие, да, то есть, будут указаны пособия, удержание, НДФЛ, конечно же, указан, если у нас были по сотруднику займа и договору займа, там, здесь тоже все это будет указано, если у нас были какие-то взносы, да, там, и так далее, тоже, тут тоже все будет указано, и корректировки выплаты, то есть, в начислениях и удержаниях мы полностью можем все начисления и удержания здесь посмотреть, посмотреть за какой период и посмотреть, какие суммы, вот, дальше, что мы можем сделать, да, то есть, мы можем проставить основание увольнения, вот, основание удовольнения и, соответственно, здесь, ну, самый там такой оптимальный пункт по соглашению сторон, вот, и, соответственно, эта вся информация также будет отображена в приказе, мы можем отразить эти данные в электронной трудовой книжке, если мы обменяемся там с ПФР, обмениваемся документами, то автоматически эти данные туда попадут, мы можем выплатить сотруднику выходное пособие за какое-то количество дней, если это нужно делать, вот, дальше у нас есть возможности учитывать мрот и начислять, либо не начислять зарплату за последний месяц, вот, также мы можем указать планируемую дату выплаты, и на основании этого будут сформированы все данные, и здесь у нас автоматически заполняются подписи генерального директора и начальника управления, да там главного бухгалтера, если нужно бухгалтеров и работников кадровой службы, соответственно, и все эти подписи будут на документе. Вот, здесь мы можем также компенсировать дополнительные отпуска, если они были, соответственно, сумма большая по отпускам у нас получилась, потому что за период работы, да, там, 25-го, 10-го до 20-го года практически там 10 лет человек в отпуск не ходил, соответственно, вот эта сумма здесь большая, она и отразилась. На вкладке дополнительно мы можем указать основание документа или еще что-то, да, то есть если у вас используется какая-то внутренняя форма приказов, и, соответственно, есть дополнительная галка «Применять право на вычеты к доходам выплачиваемым после увольнения», да, то есть это NDFL на различные, на различные, да, то есть эти данные. Соответственно, мы проводим документ увольнения. У нас автоматически формируется номер, вот здесь нам показывает печатать его, там, допустим, как 1, допустим, мы можем остановить, печатать как 1А, вот таким образом сделать, и, соответственно, после этого напечатать приказ об увольнении. Вот у нас здесь этот номер отобразится, в приказе у нас отобразится пункт соглашения сторон, соответственно, дальше нужно, чтобы с распоряжением сотрудник ознакомился с приказом, и данный подписал генеральный директор, данный приказ подписал генеральный директор. Также мы можем записку расчет напечатать об увольнении, вот, где все указанные суммы, которые должны быть выплачены сотруднику и так далее. Вот, распечатать справку для пособия по безработице сразу, соответственно, с которой он уже может прийти в службу занятости и встать там на учет. Вот, различные подробные расчеты начислений и в основном при увольнении, да, то есть справку о доходах всех просят и справку для расчета пособий. Ну, вот эти два документа как раз-таки, они здесь выделены, да, то есть это 2НДФЛ и справку о расчет пособий. 2НДФЛ заполняется всеми данными, да, там 13, 30, 35, там и так далее, все проценты здесь заполняются, за какие месяца все указывается, с каких сумм, какая сумма дохода, налога исчисленного, в общем, все эти данные, все эти данные указаны. Вот, соответственно, здесь вы уже в самой форме документа можете увидеть, сколько там начислено прочих заработков, там, компенсации отпуска и так далее, сколько с него удержано и, соответственно, все эти данные получить. Вот, и на основании этого документа, соответственно, можно автоматически ввести выплату, вот, передать ведомость банк, либо перенести ее в кассу для того, чтобы выплатить сотруднику ту сумму, да, то есть вот этой датой ту сумму, которую он должен получить при увольнении. Вот такой вот комплексный документ, увольнение сотрудников, который позволяет практически все действия совершить, который подсказывает вам при выборе, там, оснований, при выборе сроков увольнения, дат, все пересчитывает, все суммы, который позволяет посмотреть, да, там, какие за сотрудником числятся, так скажем, долги, да, там, либо еще какие-то документы, да, то есть и, соответственно, соответственно, плюсом на основании этого документа можно распечатать, точнее, распечатать большое количество, там, документов, приказ при увольнении расчета среднего заработка, справку 2НДФЛ, справку для расчета пособий, в общем, сотрудникам будет обеспечен, там, всеми документов, для того, чтобы, там, встать на службу занятости, ну, и если у вас, там, что-то отменилось, да, то есть есть автоматически, да, там, на основании для увольнения можете создать документ восстановления должности. Вот таким образом это все работает в программе «Одинная зарплата управления персоналом». Если у вас есть вопросы по увольнению сотрудника, по оформлению документов, по тому, каким образом производятся расчеты, обращайтесь в компанию Кудрлайн, мы с удовольствием вас проконсультируем, вот, подскажем, где, какие данные нужно указать, для того, чтобы у вас все рассчитывалось идеально, и чтобы все это было в рамках законодательства. Жмите лайк, подписывайтесь. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!